В лесах Могилевского и Быховского районов обнаружили чернику с повышенным содержанием цезия-137. Эффект от такой сладости накопительный. Радионуклид может ударить по любому органу, уверяют медики. Эксперты отмечают, июль – разгар сбора черники. Любителям даров леса стоит помнить, если даже один зеленый квартал считается экологически чистым, вовсе не значит, что на соседнем уровень радиации в норме. Превышения в прошлом году были в Кировском районе. В Бобруйском районе нет. Сказать точно, что Бобруйский район и наша Могилевская область чистая, нельзя. Каждую ягоду, собранную в лесу, и каждый гриб нужно проверять, если человек беспокоится о своем здоровье. Случай отравления черникой на прошлой неделе зафиксировали в Подмосковье. Женщина купила ягоду в интернете и почувствовала недомогание. Позже выяснилось, в лакомстве содержались радиоактивные вещества. Причиной плохого самочувствия также могло стать использование большого количества пестицидов при выращивании. Инспекторы напоминают, в городских центрах гигиены и эпидемиологии ягоды проверяют бесплатно. Процедура занимает около получаса и дает полное представление о том, что окажется на столе. Объем для пробы должен составлять не менее одного литра. Каждый, кто собирается торговать дикорастущей продукцией, по закону обязан отдать ее на исследование. На нашем рынке без экспертизки продукция никак не проходит. Процесс проверки занимает минут 5-7. Вся продукция, которая попадает на эти прилавки, тестируется в лаборатории. После продавцу выдают вот такой бланк с результатами исследования. И здесь написано, вредных веществ не обнаружено. Опасность могут представлять не только радионуклиды. Ягоды способны накапливать тяжелые металлы – свинец, хром, цинк. Лесничьи делятся предостережениями. Нежелательно собирать ягоды и грибы ближе 100 метров от оси автомобильных дорог, железнодорожных дорог. Все-таки это места, где собираются тяжелые металлы и может причинить вред впоследствии жизни и здоровью людей. Чистые черничники сконцентрированы в Приберезинском лесничестве. Район деревень Ламбова, Ступеней и Телуша. В Петровичском их также предостаточно. В зеленом списке деревни Петровичи и Макаровка. Анастасия Шевцова, Максим Галенка. Итоги недели.